Особенно для тех космических аппаратов, с которыми связана и навигация, и спасательная работа, и это большая опасность. То есть космическую погоду надо предсказывать, научиться предсказывать так же, как мы имеем сейчас, ну, с оговорками, конечно, обычную погоду. Большая опасность здесь есть и для космонавтов на этих орбитах. Ну, известно, наши институты, Академия наук дают прогнозы Центра управления полетами, и когда такие магнитоопасные дни, мы, конечно, передаем эту информацию, какие-то работы за пределами станции, которые все-таки хорошо защищают, стараются не проводить. Вот, и немножко в конце я хочу поговорить о влиянии космической погоды вот на спутниковую навигацию. Есть две навигационные системы, это очень важное, такое практическое применение космических аппаратов. Ну, это действительно великая вещь, вы можете теперь в любом городе не заблудиться, но иногда эти навигаторы дают ошибку. Есть американские системы GPS, и сейчас в России создается, и к концу этого года будет запущено, будет 24 российская система GLONASS. GLONASS, мы надеемся, к концу года, значит, будет все 24 аппарата из системы фигурировать. Почему нужно так много аппаратов? Вот на этом слайде показано, ну, я не буду подробно объяснять, как работает такая система. Если мы, у нас, нам нужно понять, у нас вот, знаешь, мы находимся здесь, в этой точке, мы должны определить точно ее координаты, ну, и время, в которое мы производим наблюдение. Летают спутники, мы получаем с них сигнал, они сами ничего не вычисляют, все вычисляет маленький приемник у вас в руках. Они все передают свои, мы знаем их, точные координаты, точное время, и по времени распространения сигнала, скорость света, скорость света мы знаем распространение, мы можем вычислить, написать такие уравнения для того, чтобы определить четыре уравнения с четырьмя неизвестными, для того, чтобы определить координаты и время нашего наблюдения. Нужно четыре точки. Но проблема в том, что сигнал здесь распространяется не в вакууме, где скорость света точно известна, если бы это был вакуум, мы бы эту задачу решили очень точно. Сигнал распространяется через атмосферу и ионосферу. И они вносят, в общем-то, довольно большое возмущение, особенно во время магнитных бурь. Они вносят большое возмущение в скорость распространения сигнала, и все расчеты, которые были показаны на предыдущем слайде, они все могут дать ошибки. Вот на этом рисунке показано, как меняется плотность, он должен здесь двигаться, как меняется плотность ионосферы, вот здесь широта, здесь долгота, во время магнитной бури. Меняется в несколько раз. И фазовые задержки сигнала от спутника, попадающего на Землю, тоже очень сильно меняются. Поэтому для понимания, для того, чтобы точно определить координаты, нам надо хорошо понимать, как космическая погода на них тоже влияет. Вот видно, что если сравнить те приемники, которые используются сейчас, то погрешность, которую дает ионосфера во время магнитных бурь, может достигать нескольких десятков метров. Ну, сами понимаете, как это, если ваш навигатор вам метров на 50 вас введет в сторону, ничего в этом хорошего не будет. Это может вполне быть, и не потому, что он плохо работает, а потому, что произошла магнитная буря. И вот в своей лекции я, во-первых, хотел поблагодарить, мне помогали в разные годы многие мои коллеги из нашего института, из других институтов. Я хотел последние, может быть, такие соображения высказать. Вот главное, что я хотел вам показать в своей лекции, что космос не где-то далеко, это что-то чужое враждебное, он рядом. И многие далекие звезды влияют на движение комет, которые могут попасть на Землю. вспышки звезд в нашей галактике, иногда даже в других вспышки сверхновых звезд дают космические лучи, которые могут определять, идет над нами дождь или нет. И мне хочется вот в конце лекции вспомнить вот это понимание такого единства Земли и космоса. Оно ведь, я сейчас говорю его, не я его придумал, оно зародилось, в общем-то, в нашей стране. В начале 20 века возникла такая философия русского космизма. Эти философы сейчас не публикуются, их можно прочитать, они довольно тяжело пишут, но вот эта идея о том, что Земля и космос неразделимы, что действительно мы живем в какой-то большой системе, и Солнце, и другие звезды как-то опосредованно влияют на нас, она казалась тогда общими словами, а сейчас мы начинаем понимать их механизм. И здесь мне хочется вспомнить и замечательного ученого Николая Федорова, и вот Александра Леонидовича Чижевского, о котором я сегодня много говорил, и академика Вернадского, уже работавшего в советском эпохе, и, конечно, Циолковского, который говорил о том, что без космического сознания, осознание себя жителями Вселенной нам не обойтись. Вот, наверное, это главное, что я в своей лекции хотел до вас донести. Большое теперь уже окончательное вам спасибо за внимание. Меня зовут Звезда Ольга. Мой вопрос следующий. Мы все пользуемся, точнее многие пользуются системой GPS и GLONASS. Как скоро GLONASS будет конкурировать с GPS-системой? Спасибо. Ну, я... Здесь вопрос хороший. Действительно, многие, те, кто занимаются космическими исследованиями, в общем, как-то так или иначе связаны с GLONASS, с работами по системе GLONASS. В Академии наук как бы отвечает за фундаментальное обеспечение работ по GLONASS. Вот. Система GLONASS готовится, как я сказал, к концу 2010 года. Она должна полностью вступить в строй. Быть 24 космических аппарата на орбите. Ну, часть из них находится в резерве. Для того, чтобы одномоментно измерить ваши координаты, нужно как минимум 4 спутника. Но, поскольку они движутся, нужно иметь запас. В будущем, мне кажется, не за одной системой GLONASS, и вряд ли кто-то будет специально покупать чисто GLONASS-овские приёмники. Оказывается, что очень перспективно для того, чтобы бороться со всеми теми паразитными явлениями, влиянием возмущений, приходящих от Солнца, выгодно иметь двухчастотные приёмники, которые одновременно принимают и сигналы GPS и GLONASS. То есть, в будущем, мне кажется, такими комбинированными системами. Проблема с GLONASS будет, конечно, в России упираться в производство таких двухчастотных приёмников. Они должны быть достаточно дешёвыми, достаточно конкурентоспособными. Это вопрос уже производства. Но я думаю, что через несколько лет, особенно для практических применений, может быть, не для бытовых приёмников, где очень важен вес, а для службы, для спасательных служб, для различных ведомств, будут использоваться навигационные приёмники двухчастотные, которые одновременно принимают сигнал спутников GPS GLONASS, и, может быть, спутников Галилея. Галилео строится сейчас третья система европейским космическим агентством, ещё одна навигационная система для европейских стран. Почему каждая страна строит свою навигационную систему? Почему нельзя всем остаться только на GPS? Ну, наверное, тут не надо объяснять, всем понятно. Здесь вопрос национального суверенитета, и очень многие важные такие приложения для жизни государства связаны с навигацией, и мы всегда должны иметь возможность быть, иметь такую автономную, чисто российскую систему. И так же, наверное, рассуждают европейские, и даже сейчас гитайские коллеги. Но в таких обычных условиях, так сказать, мирного времени, конечно, оптимальным использованием многочастотное, сразу получать сигнал от нескольких, от всей группировки космических аппаратов, это очень сильно повышает точность. Здравствуйте, сверчу Квитана. Вот мне интересно, вы говорили насчет того, что Солнце может потухнуть, точнее она потухнет, ну, через много-много лет, так сказать. Вот были какие-то проекты, либо идеи, как вот можно добавлять вот в них какие-то там азот, кислород там, и вот я не знаю точно. То есть вот это вот, были бы какие-то какие-либо проекты? Нет, пока у человечества другие задачи, вряд ли мы все-таки масштабы энергетики человеке. Это, конечно, хочется спасти Солнце, я вас понимаю, как в сказке Чуковского, потому что бы крокодил его не съел, вот, это, я вас разделяю. Боюсь, что это не получится, и вот когда единственный выход у человечества в таких случаях, да даже переселение на Марс не поможет, потому что, в общем-то, Марс почти так же близко от Солнца, как Земля. На какое-то время, конечно, это будет удобнее, но не спасет. Это освоение каких-то других, тех самых других планетных систем, о которых я говорил. Нам придется себе человечество, ну, искать себе, наверное, какой-то другой дом через многое, через несколько миллиард лет, через миллиард лет. Миллиард лет – это много. В человеческой цивилизации существует всего несколько сотен тысяч лет. Поэтому вы представляете, сколько у нас впереди времени, чтобы решить эту проблему. А сейчас для нас, я уж тогда отвечу, гораздо важнее другая проблема – это проблема климата на Земле. Потому что если сравнивать Землю с другими планетами, с Марсом и с Венерой, это интересное очень сравнение получается. Марс свою атмосферу потерял, магнитное поле потерял. Венера, и на нем просто холодно, и космическая радиация попадает на него. Венера, произошел другой эффект. У нее возник парниковый эффект очень сильный. Испарились ее океаны, и температура на поверхности Венеры достигает нескольких сотен градусов. То есть почти давление под сотню, давление в сто раз больше, чем на Земле под сотню атмосферы. Все считали раньше фантасты, что Венера – сестра Земли. А нам с такой сестрой, с горячей нам, в общем-то, тяжело. И важно, чтобы на Земле это не произошло. Потому что сейчас парниковый эффект есть на Земле. Он дает 30-40 градусов к той температуре, которая могла бы бить без него. Но если он разгонится, и начнет происходить то, что происходит на Венере, нам не поздоровится. Эта опасность, в общем-то, гораздо более близкая и опасная, чем потухание Солнца. А в этом виновата Солнце, или из-за того, что мы относимся к нашей планете? Здесь есть много ответов на этот вопрос, пока ученые не договорились. Ясно, что повышение температуры очень сильно начало происходить в последние 20-30 лет. Видно, что изменениями на Солнце только это не объяснишь. Действительно, повышается температура. Здесь достаточно всего долей градуса. Начинают таять ледники, повышается уровень мирового океана. А чем больше водяных паров в атмосфере, тем больше парниковый эффект. То есть это как бы такая неустойчивая картина. И одно из объяснений – это деятельность человека. Другое объяснение – это такие естественные факторы. Вот как раз, чтобы с этим разобраться, сейчас готовятся новые космические эксперименты, чтобы действительно понять природу, откуда берутся парниковые газы. Здесь такое мнение, что очень много парникового газа появляется при гниении в больших болотах в Сибири. Что это не обязательно выбросы каких-то заводов и фабрик. Нет пока конечного ответа на этот вопрос. Но человек как-то влияет, естественно. Но является ли это влияние главным, пока не ясно. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я хотел бы задать такой вопрос. А вот эта полоса, которая пригодна для жизни, там можно искусственно создать планету, например? Из мусора того же самого, как-то вызвать этот взрыв? Хороший вопрос. Можно создать космическую станцию. Можно создать космическую станцию. Но что там делать космонавтам? Надо понять. Просто летать в этом поясе – это не очень интересно, наверное. Обсуждаются такие интересные проекты, но тоже с далёкой перспективой. Потому что в некоторых астероидах есть астероиды, где очень много металла. В том числе и редкого металла. Например, кобальток, запасы которого на Земле, в общем-то, невелики. И обсуждаются такие проекты, но пока в очень сослагательном плане. В плане, как вот вещество, ресурсы этих астероидов перерабатывать и получать оттуда редкие металлы. Обычное железо, наверное, нам вводить не надо, но кобальт, ванаде, вот такие металлы из астероидов привозить было бы интересно. Поэтому человек должен быть в космосе для чего-то. Космос можно исследовать, лучше исследовать с помощью автоматических средств. Присутствие человека нужно только тогда, конечно, когда ему не обойтись. Космос очень враждебен человеку, не надо здесь иллюзии иметь. Никогда мы не будем с космосом на «ты», всегда это большая опасность. Но человек будет её преодолевать, я думаю, вы ещё увидите, как человек вступит на Марс. Но это будет трудная и долгая дорога. Спасибо. 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 Спасибо.